Дневной разворот Время традиционно отведенное для программы Союз нерушимый, мы сегодня там будем говорить О деятельности Дома Дружбы Народов Кировской области, кто не помнит Не знает, я хочу подсказать Есть такая организация в нашем городе И вот в частности Дом Дружбы Народов Готовит большой этнографический Диктант, ну это всероссийская акция Дом Дружбы Народов будет Одной из площадок в нашем городе, которая будет Заниматься его проведением Культпоход, естественно, стартует он по традиции В 12.06 Сегодня кино К нам придет Александр Сухарев Менеджер кинопроката Дружества кинотеатров Смена и дружба Ну а в Дневном развороте, мы уверены, будет очень-очень Интересным, потому что у нас замечательные гости Наталья Катаева, президент фонда Вятской Соборности Наталья Алексеевна, приветствуем вас Здравствуйте Отсылаю вас к нашему эфиру Который был не так давно Где Наталья Алексеевна была вместе с своими коллегами Говорили мы об итогах проекта Добрые дела доброму городу И вот тогда упоминалось о том, что В середине октября делегация От нас, опять же, Наталья Алексеевна Своими единомышленниками Отправится в Литву И на, собственно, сайте Фонда Вятской Соборности Есть небольшое упоминание Но вот тогда еще было Что 12-14 октября В Литве Состоится Будут представлены Вот эти лучшие практики Конкурса Добрые дела доброму городу Будут представлены как раз на конференции в Литве В рамках проекта Общественная дипломатия Общенный подход к сотрудничеству И сотворчеству Который поддержан фондом президентских грантов Да, совершенно верно Поездка состоялась Мы могли и раньше встретиться в нашей студии Но тут все дела Это гражданский форум Урбанистический форум И сегодня Федерация профсоюзов Кировской области Тоже форум Конференция большая Конференция большая Мы желаем удачи, конечно, в проведении этого всего В свое время написал поэт Поэт Константин Случевский Все юбилеи, юбилеи И наконец-то мы сегодня поговорим о том Как наши покорили Литву А мы действительно покорили Хотите, я начну с того Как сказал очень крупный литовский предприниматель Арунас Мартинкявичус Когда встречал нашу делегацию Он сказал Вы знаете Никогда ничего не надо покорять Вот даже человек, когда выходит в горы Или на природу Мы говорим Мы покорили реки, горы Он сказал Все надо делать с любовью И, наверное, вот это было Мы покорились с любовью Вы знаете Вот я запомнила эти слова И, наверное, это был самый главный посыл Потому что мы приехали с любовью И вот наш проект Мы даже его не таким видели масштабным Но когда пишешь проект Все равно какие-то предусматриваешь риски Тем более, что ты вывозишь большую делегацию Это и ученые, и практики И творческий коллектив «Слобода» И журналисты Нужно предусмотреть это все Мало ли там, что вот дороге случится И мы предполагали Что проект наш будет Из двух составляющих Это выступление на конференции Где мы расскажем о лучших практиках И, естественно, участие в фестивале общин Где у нас представляла наш регион И страну в целом Потому что приехали русские и мы одни Ого Вот, поэтому Можете себе представить мое ощущение Когда говорили «Слобода», «Киров», «Россия» И там аплодисменты Я сейчас говорю, у меня мороз по коже Вот, но так получилось Что в первый день, когда мы приехали Нас литовская сторона Проект бы не состоялся Если бы не сработали, наверное, две стороны Вот, с одной стороны, мы готовились С другой стороны, это были представители науки Наш эксперт, который приезжает к нам сюда Не один год Эрена Юрговна Ле-Люгени Профессор Кауновского университета Она отвечала за научную сторону Это Ксен Сармуальдес Ромашаускас Который отвечал за соединение нас С общинами литовскими И предприниматель Аруна Смартинкявичус Который, вот, он помогал В организации площадок Вот, встречи И, вы знаете, они попросили прийти На один день раньше до фестиваля Чтобы показать, наверное И когда мы приехали Да, мы даже не предполагали Они говорят Ну, вы встретитесь в нашем маленьком городке Обитугало, Рассиняйского района Можете ли вы выступить перед маленьким городком? Мы сказали, да не вопрос Где? В концертном зале в каком-то? Сейчас я вам расскажу Да не вопрос Мы можем хоть в поле выступить А городок-то вообще, он как? Ну, маленький, по каким позициям? Ну, маленький 500 человек городок 500 человек? Да Да Ну, по российским меркам Село И мы, значит, ну, если там большой костел Значит, мы приезжаем И что нас поразило? Мы когда приехали Нас встречает литовская община В национальных костюмах Нас встречает мэр Нас встречают директора школ Значит, и после мессы Которая была у них, значит, в костеле Мы идем в дом культуры Значит, выбегает директор дома культуры Все прекрасно говорят по-русски Вот, полный битком Что костел, что полный битком Дом культуры И наша слобода дает концерт А вот, мы, естественно, обмениваемся подарками Вот, вы представляете До сих пор не могу открыть Распечатать этот подарок Потому что нам мэр подарил в коробочке Вы знаете, вакуумная-таки клубника Я сначала думала, как она не портится А кто открыл, она как засушенная Очень интересно И травы, которые собирают общины И когда они нас пригласили Вот в этот, типа, дома культуры Общинный центр В национальных костюмах Они рассказали, чем занимаются общины Как они собираются И пригласили нас в соседнюю комнату Где были национальные блюда Литовские И когда вот эти песни И литовские, и русские И когда пошли танцы И меня что поразило Когда литовский аккордеонист И наш Володя Халманских Заиграли одну и ту же музыку В унисон То есть, вот, Володя говорит Что это было для меня такое потрясение Что у музыки нет языков И когда мы все пели песню А что за композицию-то заиграли? А вы знаете, подмосковные вечера Подмосковные вечера Да, но я опять вспомнила Что мы занимаемся дипломатией И сказала А давайте мы споем Те литовские вечера Что мы их не можем забыть Потому что, во-первых, была теплынь 21 градус Нас Литва встретила Вот такой погодой А во-вторых, им было как-то Ну, может быть, комфортно Что мы вспоминаем эти вечера За полночь уже наша встреча Значит, закончилась И на второй день Когда мы приехали в Палангу Вот на наш фестиваль То конференция началась Нам спросили Ведущая Вильма, профессор Спросила у литовских ученых Скажите, нужен ли переводчик Либо вот русские будут говорить Понимаете ли вы Если в 95-м году Когда я приезжала в Литву И мне все говорили Что мы никто не понимаем по-русски То здесь все сказали Мы понимаем по-русски Не надо переводов Понимать-то понимаем А говорить Они говорят Говорят Особенно вот люди Старшего поколения Которые вот все-таки Советский Союз Да Вот Молодежи им переводили Вот которые молодые Люди там были ученые Я выступала по теме Общественной дипломатии Рассказывала о нашем проекте Рассказывала о наших общинах Рассказывала, как они Свои инициативы Лучшие практики внедряют Ольга Николаевна Лучинина Рассказывала о семейном волотерстве О добрых семьях Которые свой труд Свои знания Рассказывала о социальном предпринимательстве Которое набирает обороты у нас в стране Как соединить сегодня благотворительность И предпринимательство Что это такое И потому что Немножко про инициативное бюджетирование Он без этого не может Да Ну видите, потому что проблема Та же самая Разорившихся наших деревенек И опустевших общин в Литве Как сегодня выжить Маленькому поселению Нет, ну Наталья Я хотел вот что Смотрите, вы сказали 500 человек Вот город, в котором мы были первым Нас встретил мэр Нас встретили директора школ У них что, на 500 человек не одна школа? Нет, дело все в том Что приехали директора школ Этого района Из района Конечно Потому что я думаю У нас на 500 человек И одну-то закроют Нет, нет, нет А приехали из района И даже приехали Из кретинга Там, где подальше Вот находится Потому что Ну сказали Будет вот такой концерт Будет выступать русский Причем самое интересное Что мы привезли открытки Про которые мы говорили Наши дети писали на английском языке Литовским школьникам Директора школ Сразу разобрали Но мы сейчас ждем ответа Потому что одно дело Нас воспринимают люди Более старшего поколения А другое дело Как донести Нашу миролюбивую политику До молодежи До школьников Как раз до тех самых Школьники, молодежь, конечно А чтобы вам была заметна Какая-то настороженность Со стороны молодых литовцев Нет, вот сейчас расскажу Нет, мы их практически Не особо видели Видели только на фестивале Но мы вот так вот Конкретно с молодежью В школах Хотя нам бы Вот мы сейчас поняли Что нам бы еще Этот аспект затронуть В следующем проекте Когда мы выступали Вот я выступала На конференции И говорила о том Что Мне задают вопрос Ну общины Ну как мы можем Миролюбивую политику Можем миру крепить Да, я говорила о том Что на ТОСах На общинах Лежит очень великая миссия Установление мира в семье Мира в своем доме Мира на улице Мира в городе Мира в мире С самого-самого низа Да, то есть представляете Какой диапазон миротворчества То есть смотрите Ведь любой ТОСовец Это дипломат Который уже учится Разговаривать с соседями В своем дворе Одному машину надо поставить Другому детскую площадку И нужно найти такое Компромиссное решение Которое удовлетворило бы всех И вот когда Значит я говорю Что наш мир настолько хрупок И есть силы Которые сегодня готовы Разрушить Поэтому мы должны его беречь И вот молодой человек Где-то лет до сорока Говорит мне Вы упомянули Что есть силы Которые готовы Разрушить мир Можете ли вы назвать Хотя бы троих Троих Желающих разрушить Персонифицировать Что ли Ну вот понимаете Вопрос был задан так Зал замер Я говорю Да конечно Я вам сейчас назову Давайте назовете Мы небольшую паузу сделаем Значит Зал замер Я и говорю Я назову главного А остальное Все производное от него Это дьявол Потому что Сегодня силы зла Я говорю Вчера мы дискутировали С вашим ксензом Он сказал Очень много добрых людей Но ведь и дьявол не дремлет И я хочу вам рассказать Одну притчу Умерла одна прихожанка И встала перед Господом И ангел-хранитель Начал перечислять Ее добродетели И тут же Противоположная сторона Начала перечислять Ее Думные поступки Пороки Грехи и пороки Да И весы замерли На одном уровне И тут ангел-хранитель Говорит Подождите Она еще давала Луковку Лук Соседке Которая к ней Обратилась за помощью И вот эта луковка Поперевесила в сторону добра И вот я сказала Вот мы общины Это та луковка Маленькими добрыми делами Которые мы можем Сегодня укрепить мир Вы не представляете Какие были аплодисменты Очень хороший пример Понимаете А вот когда подошли ко мне Мои Они сказали Наташ Мы замерли Потому что Мы бы не знали Вот чего Ответить Вот чего ответить Да Потому что Это не один И не два И не три человека И даже не армия Это сегодня Более сильная сила Которая вот Стоит Давайте сейчас Небольшую паузу Сделаем Наталья Катаева Президент фонда Вятская соборность Наша делегация Побывала в Литве И мы сегодня Говорим о том Как это было Продолжим через полминуты Ну что Возвращаемся В Литву Сегодня мы говорим О Литве О том Как наша кировская Делегация Побывала в Литве У нас в гостях Наталья Катаева Президент фонда Вятская соборность Мы остановились На таком Прекрасном моменте Да Вот как раз Насчет сил зла Да Вот это Луковка добра И роли общин Да И роли общин Луковка добра И вот вечер Вечер И первый день Фестиваля общин 17 коллективов Разбили на два дня Общины литовские Да И вы только из России Да Значит были Мы из России Были эстонцы И 15 коллективов Общинных Из разных городов Литвы Эстонцы тоже по-русски Да Меня удивило Когда выходит ведущий И говорит По-русски А сейчас мы предоставим Наших гостей Я уже так приготовилась Что наши выйдут Говорят из Эстонии Потому что Эстонцы Из Талина Из Талина Прекрасный коллектив Прекрасный Настолько мы так Сдружились Мы тоже им подарили Подарок Это дети И солистка У них руководитель Просто удивительно Они заняли второе место Забегая немножко вперед Сразу скажу Что мы заняли первое место Стали луковатами Ну что мы сразу Сразу выдали Двух дней Эстония второе И Литва третье Но Вы знаете Вот когда наступил Вот этот день Значит Там зал был расположен Со столиками Ко мне подошел организатор И говорит Наташа Вы тоже в жюри А жюри Было разбросано Вот по разным Столикам И мы друг с другом Не общались И вы знаете И тут у меня В душе Почему-то я вспомнила Евровидение И тут Как-то мне так Знаете Я думаю А вдруг засудят А вдруг Ну честно вам скажу Так как было Вот И я стала Отсматривать И себе сказала Максимально Объективно Вот максимально Как можешь Без предвзятости Без всего Конечно Наши Вот когда они вышли Когда объявили только Вот я еще раз повторю Знаете Слобода Киров Россия Понимаете Я видела всю страну Вот мы здесь Россия Да И наши вышли Как они зажигали Как они выступали Вы знаете Как им все аплодировали Вот в процессе Когда они выступали Как после каждой композиции Они кричали Браво Как все вставали И фотографировали На телефоны И снимали Ну конечно Вот Высокие баллы Поставили всем И когда Подводили итоги То все жюри А мы не подписывали Наши подписные листы А вы то На первое место Кого поставили Я поставил наших Наших да А то есть можно было Голосовать за своих Да Я сказала что Никак не вравить Нет Вы просто так начали Что с максимальной Непредвзятостью Я думаю Ну сейчас Эстонцам первое место Нет Вы знаете Я поставила Два высоких балла Я поставила Эстонцам И нашим Но видимо Другие члены жюри Поставили больше Баллов Высших Значит нашим Поэтому Нет Там были очень Такие хорошие Сильные коллективы А в чем выступление Заключалось Это один номер Какой-то нужно показать Нет Три номера Три номера Подряд Три номера подряд Наши чем подкупили Сцена была Очень маленькая Они вышли Вот перед залом И на последней Композиции Они еще включают Интерактив Где там Станем Ванюшу Жените Да Они вытаскивают Еще литовских девочек Литовские девочки Подыгрывают Нашим мальчикам Литовские девочки Вот такой успех Мы конечно Не могли Это так Пережить Мы пошли Гулять К морю Мы играли В игры Вот до двух часов Мы гуляли По городу Второй день Приехал у нас Аруна Смартинкевич Это как раз Было воскресенье Он позвонил Предприниматель Да Предприниматель Сказал Наташа Я очень бы хотел Послушать Вот ваш коллектив Он очень любит Творческие коллективы И поддерживает Российские коллективы Говорит Сколько вас человек Он привез Огромный такой букет Роз Ну розочки отдельно И меня спрашивает Вот как ты думаешь Когда лучше вручить Когда ваши выступят Я говорю Арунас Ты знаешь Вот наверное Будет это неэтично Потому что все хорошо выступают Давай мы нашим вручим Когда уже будем выходить Из зала И вы знаете Он это тоже оценил Потому что там Были литовские коллективы И вот когда И на второй день Уже когда Просто наших объявляли Что они снова выступают Тоже был шквал аплодисментов И многие подходили Менялись Визитками Адресами И вот когда Раздавали эти вот Розы И наши выходят И он всем Спасибо Спасибо Вот Пригласил нас Как раз Вот поужинать В ресторане В русском Чагин Вот И там русские наши блюда И вот как раз Он сказал Они там на самом деле Русские Да Да Пожалуйста Уха Пельмени Борщ Замечательная кухня Такая была Нет Ну как в фильмах Ногда показывают В Лондоне Подают борщ Смотришь Картинку А это вовсе не то Нет Правда Все очень вкусно Все настоящее Все русское Мы играли в игры Мы пели хозяевам Чарочку подавайте Вот И они сказали Конечно Вот И они сказали Нет Ну у нас таких Еще русских не было Вот И самое интересное Что когда мы вышли Из кафе И мы идем по Паланге А все же в наших Национальных костюмах Сразу после выступления Мы идем И наши еще не вышли Из этого состояния В фестивале Идут и поют Русские песни По улице А я иду сзади Думаю Ну сейчас точно Полиция Идут Навстречу Люди Литовцы Показывают Вот так Пальцы Здорово Подплясывают Понимаете Подпевают Вот Поэтому Вот удивительный Был прием И самое главное Что мы подписали Еще соглашение О сотрудничестве Между общинами Вот через наш фонд Вятская соборность Как ресурсный центр ТОС И литовскими общинами Но самое удивительное Вчера буквально Вечером Вдруг мне Ирана Юрговна Пишет в месседжере В фейсбуке Наташа Вы произвели такой фурор А после конференции Подошла одна женщина Из литовской общины И говорит Меня зовут Валя Пожалуйста Ну давайте доедем До моего городка Здесь всего 80 километров Я говорю Валечка Ну мы уезжаем У нас поезд в Вильнюсе Ну мы никак не можем Ну давайте в следующий раз И Ирана мне пишет Что это Валя Пошла к мэру города И сказала Что приезжал Такой русский коллектив Такие ученые А давайте следующий Фестиваль конференцию Проведем в нашем городе Мэр сказал Да не вопрос А город-то уже солидный Уже не 500 Там человек и не паланка Как называется? 15 Вот не могла запомнить Не запомнить Я его постараюсь Сейчас отыскать Потому что незнакомый Не на слуху А вот Очень интересный город Такой старинный Культурный И очень развитые Общины И промыслы общинные Вот мы хотели Они выступали Красно-конференция Да Они на керамике У них 29 предпринимательских Направлений В общине Понимаете? То есть они зарабатывают Сами Это не государственное Учреждение Они вот сами зарабатывают И привлекают общины К себе Этот опыт Очень интересный Мне бы тоже хотелось Его посмотреть И вот Мэр сказал Не вопрос Мы подтянем И наших партнеров И побратим И которые приедут еще Вот Поэтому Вчера мы получили Такое письмо Ну братцы Собирайтесь дорогу Я думаю Я еще не успела Распаковать чемоданы Но это такая приятная Новость Потому что Конечно С такой любовью Встречали А какая конференция Это имеется ввиду? Она говорит Ну вот эта Валентина Она говорит Давайте К мэру пошла Что за конференция? Я скажу Вот фестиваль На который мы ездили Паланга Интерком Он состоит из двух частей Конференция О развитии общин Где собираются Ученые и практики Она ежегодная Эта конференция? Ежегодная А вечернее мероприятие Оно посвящено Фестивалью общин Поэтому вот Как бы два блока Но у нас получилось так Что мы еще и на практике Посетили общины Поэтому это у них Проходит каждый год И у меня родилась Такая идея Почему бы не написать Ну получится Не получится Но пробовать надо Президентский новый грант Поскольку успешно Мы вот этот этап Отработали В следующем году уже Да Чтобы провести Вот такой интерком Интернациональный Комьюнити Да У нас с Кирой Комьюнити это община Община Да да Пригласить ЦАЛы Которые работают В Польше Мы у них стажировались Пригласить литовские общины Пригласить наших партнеров Из Белоруссии Понимаете Показать наших партнеров Из регионов И вот этот обмен Практическими навыками Вот Ученых Это вот очень интересно Потому что вот фактически Формат форумов Инициативных граждан Он также предполагает И научную составляющую Практическую И творческую Поэтому я думаю Что вот здесь Мы с литовскими коллегами Где-то созвучны И почему-то Ирена Нас и вывела на них Мы в 16-м году ездили Она сказала Что вот аналогичный Проходит вот точно так же В Литве И когда мы возвращались С нами в вагоне Ехали дети С фестиваля Покровские колокола Из Вильнюса Вильнюсе проехали Да То есть вот такой Для россиян Организуется в Вильнюсе Всегда вот в это время Покровские колокола То есть мы узнали Он ведь не только для россиян Конечно Конечно Международный Международный Но я имею ввиду Что Покровский То есть это все равно С точки зрения православия Название наше Да Поэтому очень много Таких вот совместных Путей Находок И вот мы сейчас Издаем сборник Лучших практик Да Вы говорили Я еще не упомянула О самом главном То есть когда мы выступили Как мы работаем И зачем мы приехали Мы сказали Что мы приехали За делом На будущее И готовы вам предложить Пять международных акций Которые мы хотели Реализовать вместе с вами И сегодня их обсудить И вам их подарить Первое Это Международный день мира 21 сентября Мы привезли открытки Мы будем переписываться В месседжере уже Литовские друзья пришли к нам И мы переписываемся Выкладываем фотографии Это уже первый шаг пошел Второе Это Международный день добровольца Который будет в декабре И мы пошлем Литовским партнерам Наши практики Уже выйдет наш сборник О наших практиках Они поделятся Своими практиками с нами Апрель месяц Международный день Матери Земли 22 мая Когда мы посадим И в Литве И в Польше И в России Дерево дружбы В один и тот же день Мы сажаем Мы здесь Они там И мы вот этот эфир Володя Выходим И у нас на связи Литва У нас на связи Польша А вот Галактика И мы сажаем Дерево дружбы Значит В мае месяце Европейский день соседей Когда мы говорим О том Как мы справляем Как мы в общинах Этот праздник Внедряем Какие-то лучшие практики И заканчиваем Этот цикл Международной акции 9 июня Это международный день друзей Ну все вот такие Тематические такие Все-таки Общинные праздники Причем понимаете Здесь нет никакой политики Но это все те праздники Международные Которые людей объединяют Они были приняты на ура И литовские ученые Пригласили нас выступить На конференции В сентябре 2019 года Посвященной как раз общинам Вот сказали Это очень интересно Мы как раз за это время Реализуем эти практики Нам будет есть о чем говорить И поделиться Наталья Катаева Президент фонда Вятской соборности Прошу прощения У нас сейчас небольшая Рекламная пауза Еще хочется расспросить вас О научной составляющей Поподробнее расскажете В чем она заключалась И подробности Вот этого соглашения Которые вы Заключились с нашими Друзьями из Литвы Реклама Минута Мы в прерыве Конечно беседуем Делится с нами Наталья Алексеевна Катаева Подробности Но она до сих пор Сразу видит Что под огромным впечатлением Итак научная составляющая Кто именно представлял Конференция научная От нас-то кто Из ученых Ну вот Нескромно Сказать Я кандидат наук Я первая в России Защитилась по социальному воспитанию И фактически С Эриной Юрговной Лилюгене Мы познакомились В Российской Академии Образования Точно так же Как и с Ксензом Рамуальдесом Ромашаускасом Он тогда защищался У него был частный детский дом И он в своем частном детском доме При своей парафии Воспитал 137 неблагополучных детей Парафия это что? Парафия это приход А приход Приход И он воспитал У него был частный детский дом Он воспитал 137 неблагополучных детей Дал им образование Трудных подростков Трудных подростков Да И почему наша тема была созвучна Потому что я занималась проблемой Трудных подростков В рамках микрорайона Что можно создать И вот тогда я и создавал Это комьюнити-центр Калейдоскоп Как некую такую альтернативу Уличным детям И здесь кстати я цитировала Профессора Биттенаса Это был мой научный папочка Который говорил Если улица портит ребенка Сделаем хорошей улицу То есть это вот она Социальная среда Которую надо обустроить И найти вот этих партнеров В этой социальной среде Поэтому вот мои научные Вот такие подходы По созданию общин По созданию семейно-соседских сообществ Которые переросли потом в ТОСы То есть фактически Это моя и научная И практическая стезя Она продолжается Конечно Конечно Со временем наработки Наработки Фиксируете Вот этот сборник научных статей Мы подарили литовским ученым Где и моя статья научная И Ирена Юрговна Лилюгения Вот мы продолжаем встречаться На научных конференциях В разных городах И вот сейчас получили От научного сообщества Из Риги И я хочу сказать Что тот подход Который мы заложили Сначала создание сообщества Вот А затем его развитие Вот через комьюнити-центры Через партнеров Это более правильный подход Нежели мы сегодня создаем Условия для комьюнити А потом удивляемся А почему там никакого сообщества Не возникает А почему там никакого сообщества не возникает Они воспринимают Какие неблагодарные люди То есть мы должны Отталкиваться от интересов И вот сейчас говорят Что в каждом городе есть ТОСы Но подумаешь Вот там в Кирове У нас тоже они есть Мы говорим о том Что есть факторы социализации Это уже научный подход ТОСы Кирова Будут отличаться От ТОСов Морел От ТОСов Кубани Потому что есть Специфика поселения Специфика тех проблем С которыми столкнуться Специфика ТОСа На отдаленном ДСК Будет абсолютно другой Чем в центре города Кирова Поэтому у каждой общины У каждого ТОСа Это своя специфика И какую практику они наработают Исходя из тех потребностей Которые стоят перед ними И плюс тех партнеров Депутаты Бизнес СМИ Понимаете Ведь их задача сегодня Объединить всех Вот почему Мы пришли в костел Потому что У тех общин Как один из партнеров Это все-таки священники Церковь Которые сегодня Помогают разрешить Ряд каких-то проблем Духовных У людей С которыми они сталкиваются Поэтому вот Следующий этап Который мы сейчас прорабатываем Это сегодня Взаимодействие наших ТОСов Это с нашими приходами Чего греха таить У нас есть Как говорят батюшки Захожание Но не прихожание А приход Это когда вот Храм А вокруг люди И все проблемы Которые решаются На этой территории Они должны И социальное здоровье И физическое здоровье И духовное здоровье Это все должно быть вместе То есть Это вот такой Концептуальный подход И у нас концепция Социального воспитания Которая основывается Первое Это содействие Саморазвитию личности Почему мы делаем Мини-гранты У человека есть идея У человека есть мечта Дайте ему возможность Ее реализовать Второе Это семейное воспитание То есть Это приоритет семье Ни один институт общественный Не заменит никогда семью Поэтому поддержите Нормальную семью Чтоб она завтра Не стала неблагополучной Не кидайте деньги На тюрьмы Вот вы знаете Еще раз приведу пример Мы заходим В костел В Вильнюсе И он пустой А время Восемь утра Ирмуальдес Ксенс говорит Вот посмотрите Костелы открыты Церкви открыты И они пустые А тюрьмы закрыты И они переполнены Вот о чем мы сегодня Должны тоже подумать То есть очень много Было уроков Которые вот мы Друг другу дарили В плане философского Третье Это сегодня Территориальный принцип Структурирования Этих общин Приближенные К месту жительства К месту проживания Чем Советский Союз Славился Это клубы По месту жительства Это было Море клубов Куда не надо было В дом культуры Когда ты выходишь Из своего дома И ты знаешь Шаговая доступность И трудный не пойдет В какой-то крутой Дом культуры Да он может и не попадет В этот бассейн А вот в клуб По месту жительства В своем доме Он всегда придет И очень важно сегодня Это одна из составляющих Концепции Вот на которой я защищалась Это перенесение акцента Значит С последствий На причины То есть Не тогда работать Когда уже семья Трудная стала И трудные подростки А создать такие Социальные условия Когда мы должны Предотвратить Вот эти все Отклонения у этого ребенка Начиная с детской поликлиники Родился ребенок Кто как врач-педиатр Не входит в эту семью Он уже видит Первые признаки Неблагополучной семьи В детском саду Скорректировать В школе скорректировать Социальные педагоги В школах Вот это вот Вот это все надо провести А мы же как Мы констатируем Столько-то у нас Преступлений Столько это Васю поставили на учет Вася сегодня С тобой будут все службы работать Поздно Поздно пить боржоми Когда уже Печень отказала Поэтому вот сначала Нужно вот эти Профилактические меры Сегодня у нас Центр Калейдоскоп Я не побоюсь этого слова У нас приезжали Стажировались Американцы И сказали Любая страна мира Позавидует вашему центру Как центру в комьюнити Сегодня в Кирове Это на сегодняшний день Пока единственный Центр в комьюнити В отдаленном Скажу депрессивном Не самом перспективном Микрорайоне Который показывает Как можно Выживать и снимать Социально-психологическое напряжение С населения Поэтому мы Не боимся Если к нам приедут Общины из других стран И из Литвы Мы готовы показать Наш калейдоскоп Готовы показать практики И люди увидят Реальную картину Которая действительно создана 35 лет калейдоскопу И 35 лет Он ищет новые подходы И сегодня мы являемся Инновационной площадкой РАО Школа комьюнити Оздоровления среды РАО это Российская академия образования То есть вот казалось бы Маленький задрыжистый Такой микрорайон Депрессивный Да, но тем не менее Он выдает Первый центр местной активности Появился там Первые ТОСы Пошли вот тоже оттуда Поэтому И вот эта инициатива Из калейдоскопа Мы переросли В такой общинный центр Поэтому не случайно Был этот проект Этот проект Как очередная ступенька Развития нашего Когда мы шли От микрорайона Города Региона Страны И вот сегодня Мы вышли на такой Международный уровень Когда мы Не просто как Говорим Теоретический материал Мы можем На теоретических Позициях Говорить о тех практиках Которые мы реально Делаем В чем суть соглашения еще? Суть соглашения Это сегодня Обмен информацией Обмен делегациями Участие Литовских общин В наших мероприятиях Участие нас В литовских Вот этих форумах Конференциях Интерком И я думаю Что это соглашение Оно будет хорошим Таким доказательством В рамках президентского Гранта Таким неким гарантом Что да Действительно Мы не просто Захотели потратить Государственные деньги И съездить Отдохнуть в Литву А мы действительно Работаем грамотно В рамках Общественной дипломатии Что такое Общественная дипломатия Мне очень понравилась Валентин Николаевич Пугович На прошлом форуме Ректор Ректор Он сказал Некоторым Ну и что Ну приехали ко мне Друзья из Польши Мы посидели Пиво попили Это что Общественная дипломатия Нет В каком-то роде Может быть Нет Это может быть Установление Дружеских отношений Приятельских Понимания друг друга А вот Общественная дипломатия Когда заключаются Определенные Соглашения О дальнейшей перспективе Когда мы видим Что мы не просто Приятны друг другу Как люди Но мы можем Послужить нашим странам Мы можем Послужить В укреплении Мира и содружества Когда мы За счет друг друга За счет взаимопомощи Можем решить Обще Социально значимые Государственные задачи Мы не лезем в большую политику Это Это дела Дипломатов А вот Как мягкая сила Как народная дипломатия Вот здесь мы можем Найти партнеров Друзей И через мир Тружбу Любовь Науку Творчество Мы можем укреплять Вот эти вот наши страны Сборник лучших практик Наталья Алексеевна Когда выйдет в свет? Я думаю Что мы его подготовим К концу года К дню волонтера Мы его презентуем К декабрю там Да К пятому декабря Мы сделаем итоговое мероприятие Вы сейчас просто обязаны успеть Потому что Литовцам обещали послать Но это у нас И в нашем проекте заложено Как он говорит Распространяться Где с ним можно будет Знакомиться Вы знаете Я думаю Что во-первых Мы его выложим И на сайте Общественной палаты И администрации города В электронном виде Чтобы он был в доступе Большом Мы его естественно Подарим в центре местной активности Мы его будем дарить Нашим коллегам И ученым И практикам Из других регионов Других стран И тем более Пользуясь случаем Что 6 декабря Я буду в Москве На съезде в СМС Вот тоже Поподробнее можно об этом Очень милый повод Нашим партнерам Из других регионов 27 проектов Стали победителями Конкурса В СМС Всероссийский совет Местного самоуправления Был объявлен конкурс Лучших практик ТОС И мы свой проект Общественная дипломатия Мы еще тогда даже И не были победителями Президентского гранта Но отправили его На этот конкурс И вот Вчера Была опубликована На сайте Всероссийского совета Местного самоуправления Итоги 27 проектов Из разных регионов Ханты-Мансийск Калуга Архангельск Киров Как раз Наш фонд Я была Чему очень рада И нас пригласили И попросили Обязательно выступить Выступить Именно Потому что Тема новая Тема сегодня Незаезженная Нераскрученная Как нам это удается И тем более Сказали Что приедет Белорусская делегация Которые очень Заинтересованы Общинами И мы Вот И поэтому Я просто Обязана Вот до конца Ноября Сверстать И сделать И этот сборник Вычитать Вот Чтобы мы могли Вот такой подарок Научный Практически Подарить регионам И сказать Что Вот Мы сегодня готовы В верхнем палате Парламент Это просто выступление будет Или все-таки Рассматриваете Как возможность Пообщаться С сенаторами Непосредственно Вот на что-то Обратить их внимание Заострить Вы знаете Я хочу сказать Что я очень благодарна Вячеславу Степановичу Тимченко Сенатору от Кировского Это наш сенатор Да И с каждым его приездом Сюда в Киров Мне сразу сообщают Мы с ним встречаемся Он в курсе Всех дел Он оказывает нам Содействие И в наших проектах И в продвижении И Я думаю Что вот где-то О Кирове Даже кто знает Где какие проходят Совещания К нам всегда Обращаются И нас приглашают Поэтому это Очень вот чувствуется Вот это вот Поддержка Чувствуется Да Это поддержка Поэтому я думаю Что наверное Мы здесь совместим Не только выступление Вот Но и мы совместим Еще и общение Хотя Второго Третьего Я так про себя замышляю Здесь мне позвонили Еще из ДМС На площадках ВДНХ Будет завершающий Этап Значит Доброволец России А наш проект Год добровольчества У нас идет Да-да-да Будет как раз Завершение этого года И меня от Кирова Пригласили Значит Как фонд И наш проект Доброе дело Доброму городу Стал победителем Регионального этапа Конкурса Доброволец России Я не знаю Войдем ли мы В когорту российских Но я считаю Что наверное Одним дипломом Больше-меньше Это не суть Но то что мы сделали На региональном уровне Это большая награда Без всяких дипломов Наталья Алексеевна Договариваемся В первой декаде Или там В первой половине декабря Снова встретимся В нашей студии Когда выйдет сборник Когда вы побываете В Совете Федерации Мы снова об этом поговорим Хорошо Спасибо вам большое Спасибо за поддержку Всего доброго Наталья Катаева Президент фонда Вятской Соборной Дневной разворот На этом завершен До встречи в культпоходе Через 20 минут